В Славянске на Кубани прошел слет военно-патриотических клубов и объединений памяти Героя России генерала Геннадия Трошева. О воинской доблести, примерах стойкости, патриотизме и любви к Родине и о том, как стать настоящим солдатом, расскажут Надежда Неткачева и Георгий Калинин. Чтобы стать настоящим солдатом, прежде всего, надо быть патриотом своей Родины, верным воинскому долгу бойцом, таким, каким был генерал Геннадий Трошев. Солдат, боевой командир, Герой России – именно на таких людей и надо равняться подрастающему поколению. Слет военно-патриотических клубов и объединений призова Черноморской зоны Краснодарского края, посвященный памяти генерала Геннадия Трошева, в нашем районе проводится уже в третий раз. В этом году в нем приняли участие 14 команд из 13 районов Кубани. С напутственными словами к участникам военно-патриотических соревнований обратился вице-президент Фонда патриотического воспитания молодежи имени генерала Трошева Павел Анопченко. Пожелав участникам слета стойкости, мужества и смелости, дал старт началу слета. Каждый очередной слет, который проводится здесь на территории муниципального образования Славянский район или других муниципальных образований нашего Краснодарского края, это дань памяти, уважения, в первую очередь, великому человеку, полководцу, который всю свою сознательную жизнь отдал защите нашей Родины. Организаторы соревнований – Департамент молодежной политики Краснодарского края, Центр патриотического воспитания молодежи Кубани, при поддержке Фонда патриотического воспитания молодежи имени генерала Трошева, Славянского совета ветеранов войны и труда. Как отметили организаторы слета, уровень подготовки воспитанников военно-патриотических организаций Кубани является одним из лучших в России. Мероприятие очень важное и нужное в плане воспитания молодого поколения, воспитания в них духа патриотизма и подготовки ребят к службе вооруженных сил. Мы считаем, что именно такие мероприятия важны и должны быть проводиться по всему краю, независимо от зон, и собирать как можно больше команд из других муниципальных образований Краснодарского края. Большинство ребят, юных патриотов, по окончании школы выберут военную профессию и продолжат великое дело Геннадия Трошева. Поэтому проводимый слет – лишь начало их длинного, преданного Отечеству боевого пути. Для меня это значит мое будущее, потому что я хочу свою профессию связать в будущем с армией, с военным училищем. Поэтому для меня это мероприятие как жизнь – моя душа. Такие мероприятия воспитывают в тебе достоинство, стремление, стремление в первую очередь тебя воспитывают. И как бы ставить перед тобой цель, добиться какого-то призового места. Когда ты добиваешься этого, тебе само собой приятно, и у тебя уже появляется такое чувство гордости. Патриотизм – все-таки нужная вещь. Эти соревнования к армии готовят хорошо, поэтому вещь такая нужная. Соревновательный день открыл конкурс строя и песни. Статин в строю – силен в бою. Чеканя шаг – нога в ногу. Ребята прошли по театральной площади. После окончания строевой подготовки ребята отправились в воинскую часть. Именно там их ждали настоящие испытания. Молодые патриоты на скорость преодолевали препятствия. На время разбирали и собирали автоматы. Метали гранаты и стреляли по падающим мишеням. Преодолеть и выполнить все эти непростые задания надо было за максимально короткое время. Кроме того, каждая команда участвовала в военно-историческом конкурсе. Все юные патриоты получили памятные медали и грамоты. Ну а каждый участник – массу впечатлений. А главное – бесценный опыт, который пригодится им в дальнейшей жизни. Надежда Неткочева, Георгий Калинин. Программа «События».